Мы все имеем право говорить то, что мы думаем. Это такая, ну, какая-то священная вещь первоочередная, без которой просто невозможно жить. Мы себя людьми не можем считать, если мы все время должны, прикусив язык, думать о том, как бы чего бы такое не сказать, что не понравится нашей, значит, российской власти. Давайте не бояться, давайте всегда спокойно высказываться, говорить, и тогда будет хоть какая-то нормальная жизнь в стране, тогда хотя бы будет какая-то дискуссия о том, что в стране хорошо, что в стране плохо, нужно ли такие меры принимать, не нужно, нужно ли войны начинать, нужно ли людей на убой отправлять, понимаете? А так пока из телевизора и из газет и отовсюду одно мнение, а остальное мнение люди держат исключительно при себе, это приведет только к самым плачевным, ужасающим последствиям в нашей стране. Почему ЦДК им не Калинина площадь? Ну, потому что сегодня в стране, во всех городах люди, которые не поддерживают данное решение президента, а вот это вот распоряжение мобилизации подписывает исключительно президент своей волей, то есть это надо говорить, что это путинская мобилизация, так ее и называть. Люди выходят на центральные площади в мирный протест, но у нас давно уже не существует мирного протеста, любой протест является то, что называется внезаконным, и даже самый мирный протест оборачивается часто для граждан большими неприятностями, вплоть до тюремных сроков. Большое количество полиции, ну вот, раз автомобиль, два, смотрите, раз, два, полицейские, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, в общем, и пришло королевцев, ну, буквально там меньше десяти человек. Так, раз, два, три, Московский областной суд. Друзья, сегодня рассматривалось дело Романа Иванова. Роман, как прошло разбирательство сегодня по твоей арестной статье, расскажи, за митинг, якобы, против мобилизации 21 сентября, рассказывай. По одному событию вынесено было два протокола. Первое, это митинговая статья 20.2, часть 5, то, что все там, кто находился, 10 человек на площади в Королеве, и между собой просто разговаривали, общались, делились мнениями о ситуации в стране, о решении президента провести мобилизацию, все эти люди якобы стали участниками митинга. Так полиция считает, что это митинг. Теперь просто вот три человека собираются, просто разговаривают у себя во дворе. Это уже все, это уже вот теперь можно считать митингом, если они говорят там, допустим, какие-то вещи, что они не согласны там с чем-то происходящим в нашей стране. Мы все имеем право говорить то, что мы думаем. Это такая, ну, какая-то священная вещь первоочередная, без которой просто невозможно жить. Мы себя людьми не можем считать, если мы все время должны, прикусив язык, думать о том, как бы чего бы такое не сказать, что не понравится нашей, значит, российской власти. Давайте не бояться, давайте всегда спокойно высказываться, говорить, и тогда будет хоть какая-то нормальная жизнь в стране, тогда хотя бы будет какая-то дискуссия, о том, что в стране хорошо, что в стране плохо, нужно ли такие меры принимать, не нужно, нужно ли войны начинать, нужно ли людей на убой отправлять, понимаете. А так пока из телевизора и из газет и отовсюду одно мнение, а остальное мнение люди держат исключительно при себе, это приведет только к самым плачевным, ужасающим последствиям в нашей стране. А второй протокол, это 19.3, это то, что полиция этим 10 человеком, собравшись на площади, прокричала там специальные громкоговорители, что уважаемые там граждане, вы что-то там вытворяете незаконное, уходите. Вот, значит, и граждане якобы не выполнили, в том числе и я. И вот три человека получили семь суток ареста. Я, как журналист, выполнявший там свою работу, интервьюировавший граждан, узнававший их мнение о мобилизации, и два человека, просто жители, которые пришли вот высказаться, между собой поговорить, рассказать мне на камеру, что они думают про вот это вот решение отправлять насильно людей на войну. Получается, что у нас еще есть какие-то надежды на правосудие. Сегодня Московский областной суд вот это решение по 19.3, семь суток ареста отменил. То есть судья Колесникова в городе Королев, которая это решение приняла, она приняла несправедливое, неправомочное решение. И вот сейчас уже, я думаю, какие-то последствия у нее в ее судебной карьере должны быть, после того, как арест трем людям отменили. Мы семь суток, значит, провели ареста, двое суток в отделении полиции и пять суток в спецприемнике для отбывающих административный арест в Сергиевом посаде. Вот. Провели ни за что. Теперь хочется, конечно, чтобы государство наказало тех, кто в этом виновен. Кто нарушил мои права, кто нарушил права двух граждан города Королев, кто отправил нас вообще просто ни за что. За то, что люди стоят, разговаривают, значит, в тюрьму, грубо говоря. Вот. Но тут же возникает еще опасение, что это дело будет пересмотрено. Вот. И еще посмотрим, в какую сторону в Великом Королевском суде оно будет пересмотрено. Роман, говорят, что вам еще умудрились на вашем мероприятии против могилизации еще вручить повестку. Скажите дальнейшее развитие событий. Никакого развития событий нет. Эта повестка вообще какая-то липовая. Просто она была рассчитана на то, чтобы оказать психологическое давление на трех человек, которые находились вот в КПЗ, в обезьяннике. Вот. Ну, для того, чтобы как-то получить от них нужные, необходимые показания, которые вот оперативники пытались добыть. Вот они были все, должны были быть направлены против меня. Но, слава богу, что люди оказались нормальные, честные, королевцы отличные, которые друг на друга клевету никакую не сливают. Вот. Но можно говорить, нужно говорить. И, как видите, нас осудили за то, что мы высказывались, посадили на 7 суток. А Московский областной суд признал, что это было незаконно. Да. И прежде всего потому, что по одному нарушению было два протокола. Митинговая статья 20.5, типа участия в неком незаконном, несогласованном митинге. И нарушение законных требований полиции, неподчинения 19.3, которое как раз и предусматривает арест до 15 суток. Вот. Ну, можно человека только наказать за то, что якобы он участвовал... Вот, как будто это был митинг, и вот он участвовал. Вот должна полиция в суде доказать это. А полиция уже все, как и угодно, протоколы выписывает. И по такой статье, и по сякой. Заодно и то же самое, ну, как бы, событие. Ну, в общем, старается полиция выпрыгнуть из штанов. Но сейчас мы обратно в штаны ее засунули. Так, Илья Аверич, ваши постановления, ваши протоколы отменены. Можно комментарий небольшой ваш? Нет комментариев. Ну, как нет комментариев? Снимайте меня. Подождите, ну вы же будете бороться. Расскажите, что вы будете обжаловать. Вы сказали, что будете обжаловать дальше. Что же вы сразу застеснялись? Я тоже журналист, кстати. Могу удостоверение показать. Дадите комментарии? Комментариев нет. Ну, как нет комментариев? Расскажите. Почему отменили-то ваши решения? Арестные. Как вот так можно людей арестовывать-то неправомерно? Скажите, жители Королева. Это у нас сотрудник полиции Центрального МВД Королева, господин Тихомиров. Сейчас, наверное, включит камеру без комментариев, да? Без комментариев. Лео Валерьевич, ждем вас в Королевском суде, куда отменены ваши решения. Будет пересмотр. Будете участвовать? Может, видеозаписи стребуете? Илья Валерьевич. Ну, вот так вот. Илья Валерьевич расстроится, сбежал. Это Московский областной суд. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...